Доброе утро, Ульяновск! Привет тебе вся, Ульяновская область! Рабочую неделю лучше всего заканчивать в хорошей компании. Вот так ненавязчиво мы намекнули на самую раннюю программу нашего телеканала «На утро с репортером». Созерцать которую вы можете в кабельных сетях на 21-й кнопке и в первом мультиплексе на 9-й в эфире телеканала ОТР. А сейчас по традиции несколько исторических моментов. 1817 год. Начала действовать Нижегородская ярмарка. 1828 год. В Канаде состоялась первая Королевская регата. Самое старое спортивное соревнование Северной Америки, дошедшее до наших дней. В этот день, но в 1851 году, Китай и Россия подписали Кульджинский торговый договор, положивший начало официальным торговым отношениям этих стран. 1889 год. Проведен последний бой боксеров без перчаток. В 1929 в Бристоле открылись первые в Великобритании курсы автовождения. В год 1961 запущен космический корабль «Восток-2», который пилотировал летчик-космонавт майор Герман Титов. И, наконец, в 1969 вертолет Ми-12 установил мировой рекорд, подняв свыше 40 тонн полезной нагрузки на высоту 2255 метров. Ну, мы тяжести не тягаем на рекорды, пока не замахиваемся. Мы наслаждаемся красотой композиции от партнера программы «Салоны цвета и штучки». Это «Утро». Начинаем вместе с вами мы, Екатерина Тереченкова и Владимир Гаврилов. Поехали. «Утро с репортером» – это полезные и познавательные рубрики, энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Катя, ты вот совсем недавно была в отпуске. И поделись, как это – выйти из него на работу? Тяжело тебе это далось или легко? Ну нет, мне очень повезло с моим соведущим, с моими коллегами. На самом деле, легко выходить из отпуска, зная, что впереди когда-нибудь будет еще. Там у нас же целый месяц отпусков. Ну, легко, потому что все-таки работа любимая, и это как-то, в общем-то, не легко переключиться. Между тем, врачи перечислили признаки постотпускного синдрома. По словам специалистов, после отпуска человек и морально, и физически может ощущать себя по-другому из-за перемен в стиле жизни, в режиме питания и сна. Возвращение к рабочему режиму увеличивает нагрузку на организм после периода расслабления. Ну вот, цитирую, стресс приводит к тому, что в организме вырабатывается гормон кортизола. Любая стрессовая реакция приводит к тому, что человек может испытывать даже мышечные напряжения и спазмы, объяснил специалист. Из-за этого, по словам врача, появляются головные боли и повышается артериальное давление. Как правило, люди обращаются к терапевту с жалобами на усталость, раздражительность, мышечные боли. Вот это и есть постотпускной синдром. Да, и вот, ну я не знаю, в общем, в отпуск, что ли, не ходить? Что, в общем, тогда делать-то? Что же делать? Не ходить в отпуск – это не вариант. Ходить в отпуск и страдать? Ну, почему бы и нет? В любом случае, я думаю, надо обратиться к специалистам, которые подскажут, помогут и определят наименее такой страшный момент выхода на работу. Ну вот самый надежный специалист – это Оксана Галеева. Как минимум, физически она может переключить нас на рубрику ЗОЖ, в общем. Доброе утро! С вами Оксана Галеева, руководитель студии «Йога.Лайф», преподаватель женских практик. Сейчас весна. Весна – это время печени. Да, вот так звучит во многих восточных практиках оздоровления нашего организма. Именно весной мы должны максимальное внимание уделять работе, проработке этого главного детоксикационного органа. Как мы можем влиять? Конечно, через пищу. Что нагружает нашу печень? Это жирные молочные продукты. Это, минуточку, апельсиновый сок. Это соленая и копченая рыба. А также продукты жареные, а в особенности картофель фри. Так что будьте внимательны, когда вы ходите со своими детьми по фастфуду. Кроме того, что мы должны следить за качеством и именно видами потребляемой пищи, для того, чтобы наша печень функционировала в здоровом состоянии, мы еще можем помочь ей именно через упражнения. Сегодня я хочу показать через обычное дыхание, как мы можем дышать. Диафрагмальное дыхание подключаем и сделать обычное упражнение, которое будет способствовать улучшению работы нашей печени. нашего, так скажем, тихого генерала. Да, почему тихого? Потому что печень никогда не болит. В ней нет нервных окончаний. Мы не чувствуем проблемы, к сожалению, до поры, до времени. Печень у нас соединяется с нижними лепестками нашей диафрагмы. Диафрагма – дыхательная мышца. Так вот, мы сейчас подключим в работу диафрагму. И когда она будет работать в полную, так скажем, меру, не застаиваться, она будет способствовать и улучшению работы печени. Итак, ручку одну устанавливаем на грудной центр, вторую – на область живота. И начинаем дышать таким образом, чтобы верхняя рука оставалась на месте и неподвижна. Мы не дышим грудной клеткой, мы дышим только животом, улучшая работу всей брюшной полости. Итак, вдох. Животик надувается и выдох. Животик становится плоским. Еще вдох. И выдох. Верхняя рука остается неподвижной. Проследите. При дыхании мы чувствуем напряжение в верхней части живота, именно там, где располагается дыхательная мышца. Еще мы можем углубить эффект дыхания и увидеть себя, словно мы смотрим на себя сверху. Дыхание идет не только в передне-заднем, так скажем, направлении нашего тела, но и расширение в стороны. Мы беремся за нижние ребра и дышим так, чтобы на вдохе ребра расходились в стороны, а грудная клетка и ключица оставались на месте. Итак, вдох. И выдох. Вдох. Ручки у нас расходятся в стороны. И выдох. Иногда это упражнение сделать очень трудно, если у вас не натренированы дыхательные, вспомогательные дыхательные мышцы. Но пробовать можно, особенно дома, перед зеркалом. И таким образом мы соединяем дыхание, вдох у нас животик идет вверх, вперед, и ребра расходятся в стороны. И выдох все сходится в одну точку. Прекрасные упражнения, вентилирующие и наши легкие, и влияющие на здоровье печени. Ну а вторым комплексом, что мы сегодня можем сделать, это небольшая скрутка. Печень и все органы пищеварительного тракта любят скручивающие движения. Мы встали, встали ровно, ручки соединили перед грудным центром в позицию намасте. Присели, словно мы садимся на стульчик, но стула у нас сзади нет. Итак, мы с вами наклоняемся вперед, не меняя положение ног, и закручиваемся в стороны, желательно облокачиваясь локтем по свое колено. Выдерживаем некоторое количество времени и возвращаемся обратно. То же самое мы делаем на другую сторону. Желательно выдержать от трех до пяти дыхательных циклов, животом и ребрами в стороны. Ну а я вам желаю хорошего дня и прекрасного настроения. Вот сейчас неожиданная информация прозвучит, но тем не менее в России вырос спрос на кнопочные мобильные телефоны. Ну действительно, россияне стали чаще покупать старомодные кнопочные телефоны, из-за чего цены на них выросли, утверждают специалисты. По данным ритейлеров, продажи устройств в натуральном выражении выросли от 4% до 26%, а в денежном от 19% до 35%. В среднем цена кнопочного телефона поднялась на 11% и составила, но более тысячи рублей, почти полторы. Популярность девайсов, по мнению экспертов, обусловлена началом дачного сезона и ростом числа трудовых мигрантов. Помимо этого, на спрос повлияло использование таких телефонов вместо стационарных на удаленке во время пандемии, а также боязнь утечки персональных данных пользователей смартфонов. Специалисты при этом предрекли дальнейшее снижение импортно-кнопочных мобильных телефонов ввиду дефицита компонентов и роста цен на них, а также подорожания перевозок. Ну, по словам аналитиков, из-за проблем с поставками еще в прошлом году стоимость таких устройств выросла в среднем на 20%. Существенное подорожание отмечается и сейчас. Ну, вот, думаю, что переживать не стоит. Надо переходить тогда на обычные смартфоны. Ну, там же переживания, что личные данные куда-то утекут. Чтобы не переживать, послушайте советы нашего психолога. Доброе утро! С вами психолог Светлана Артамонова. И сегодня мы поговорим о счастье. О том, какая есть формула счастья. Учеными установлено, что на нашу жизнь на 50% влияет генетика. Всего лишь на 10% влияет жизненные обстоятельства. Это, например, работа, семья, дети. И на 40% влияет состояние ума. А мы ведь, кстати, на самом деле думаем обычно наоборот. Мы думаем, что обстоятельства внешние большим количеством влияют на то, что у нас плохое настроение, что у нас как-то все не складывается, и жизнь несчастлива. А на самом деле наоборот. Так вот, что же эти за 40%? Что это за состояние ума, которое нужно у себя содержать в порядке для того, чтобы жить с ощущением, что ты живешь счастливо? Естественно, состояние ума бывает негативное и позитивное. И, как правило, мы имеем привычку мыслить негативно о себе. В чем это заключается? Знаете, как вот тело привыкло привычно сидеть, так же наш мозг привыкает привычно думать. И у нас есть какие-то представления, мысли, интерпретации событий. И все с негативной точки зрения. И, конечно же, мы понимаем, что то, что у нас складывается внутри, наш способ мышления и наше поведение – это всего-навсего привычка. Как же ее менять? Можно ли ее менять? Конечно, можно. Нам нужно с вами понять о том, что раз это привычка, то у нее есть как положительные, так и отрицательные стороны. Вот какие отрицательные стороны у привычки? Ну, отрицательная сторона в том, что она сама пройти не может. Это факт. То есть нужно приложить какие-то усилия, чтобы она изменилась. И отрицательная сторона в том, что она имеет под собой подкрепление в виде определенных нейронных сетей, которые в нашей голове созданы. И когда мы себе ставим задачу, что нам нужно что-то поменять или изменить, мозг, конечно, не хочет этого. У него уже все расписано по проторенным дорожкам, и менять ему свои планы действий совсем не хочется. Тем более он живет в состоянии сохранения собственной энергии. И когда он понимает, что ему нужно строить сейчас новую фабрику по созданию положительного мышления, например, или положительного восприятия себя, то, конечно же, он на это реагирует отрицательно. Энергии не выбрасывается, а человек может испытывать в это время состояние лени, когда не хочется ничего менять, не хочется никуда выходить, и очень трудно себя заставить сделать какое-то новое действие. Но есть и положительные стороны у привычки. Во-первых, то, что все-таки ее поменять можно, даже хоть и с собственными усилиями. И то, что у нас есть собственная система подкрепления. То есть когда вы совершаете какое-то новое действие или новую привычку, формируете у себя, у вас появляется внутри ощущение победителя, удовлетворенности, и обязательно в головной мозг выбрасываются положительные гормоны. Как сделать так, чтобы ваши привычки стали положительными? Какие для этого необходимы действия? А я немножечко забегу вперед и скажу, что самые главные действия к счастливой жизни это осознанность, намерие и конкретный пункт непосредственных действий. Вот о том, какие они, мы с вами поговорим в следующем выпуске. С вами была психолог Светлана Артамонова. Всего вам доброго. Все меньше времени остается до старта учебного года. Школьники где-то, наверное, немножко расстраиваются, а у учителей и у учебных заведений появилось время на то, чтобы сделать ремонт, обновиться, чтобы встретить учеников. Вот как раз этим сейчас занимаются в Сенгелеевской школе, где на финишную прямую вышел ремонт школы. Ну, начат он был еще в прошлом году. Здесь заменили крышу, часть окон, отремонтирован пищеблок и ведущий к нему коридор. Потрачено на это почти 4,5 миллиона рублей. В 2021-м ремонт продолжится, а здание ремонтируется теперь уже снаружи. Здесь обновлен фундамент, отмостка и цоколи. В этом же году планируется освоить 12 миллионов 200 тысяч рублей. Но и на этом работа не завершается. На 2022 год останется спортивный и актовый залы, и ремонт кабинетов, а также благоустройство. Здесь хотят оборудовать зоны отдыха и игр, спортивную площадку, а также установить забор и, что важно, освещение. Ну, проектная мощность школы 550 человек, хотя фактически обучается здесь 250 человек в среднем и старшем звене, и 320 человек в начальной школе. Рубрика о главном продолжит утренний эфир. Продолжая тему цифр. Доходная часть бюджета Ульяновской области в 2021 году увеличилась. Общий прирост бюджета составил почти 5,5 миллиардов рублей, из которых 1,5 миллиарда – дополнительные федеральные субсидии. По данным регионального Минфина, общий объем доходов составит около 75,8 миллиарда рублей. И в целом, в связи с оценкой ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на этот год, увеличивается его доходная часть более чем на 2 миллиарда рублей. По следующим показателям. Налог на прибыль организаций – 700 миллионов рублей. Налог на доходы физических лиц – 635,5 миллионов рублей. И налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 636 миллионов рублей. В свою очередь, расходная часть увеличивается почти на 6,5 миллиардов и составит более 83,5 миллиардов рублей. В расходной части большая часть будет направлена на социальную сферу. На проведение ремонта и приобретение оборудования для государственных учреждений здравоохранения предусмотрено 421 миллион рублей. На ремонт зданий образовательных учреждений – 232,5 миллиона рублей. На завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов обманутых дольщиков – 135 миллионов рублей. На строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения – более 101 миллиона рублей. Кроме этого, средства выделят на приобретение автобусов, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам первого полугодия 2021-го в Ульяновской области на 19,7% вырос индекс промышленного производства. Среднее же значение по России достигло 104,4%. На рост индекса оказали влияние обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. В целом, в 21 из 23 видов деятельности зафиксированы положительные значения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин, регион входит в тройку лидеров по индексу промпроизводства среди субъектов Приволжского федерального округа. Новый финансовый продукт поддержки для начинающих предпринимателей запустили в Ульяновской области. Жители региона, открывающие свое дело, смогут получить поручительство по кредитам от регионального гарантийного фонда Корпорации развития промышленности и предпринимательства на льготных условиях всего под 0,25% годовых. Срок поручительства до 5 лет. Одно из условий получения льготной поддержки предприниматель должен быть впервые зарегистрированным в качестве субъекта малого-среднего предпринимательства и работать менее года. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Я вообще-то лететь хочу. Не ты один, представляешь? Безмасочный артачился, но недолго. Нет средства индивидуальной защиты, есть выход. Плюс 150 тысяч штрафных рублей и 15 суток. Жестко в минус и на своих двоих ушел пассажир самолета, вылетающего из столицы в Ульяновск. Инцидент сегодняшнего дня, тогда как проверочные рейды на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм проводятся давно и регулярно на всех видах пассажирского транспорта. Вы можете выйти? Мы оплатили проезд. Я знаю, у вас право нарушения административного транспорта. Мы сейчас разберемся. Точно так же на остановке, составляя протокол рядом с должностными лицами, буквально неделю назад стояла Ирина Гаврилова. Накануне был дождь, и когда я залезала в маршрут, у меня маска просто упала. Ну и я не стала ее поднимать, я думаю, ну как-нибудь доеду аккуратненько. Если на грех и грабли стреляют, то на отсутствие маски контролеры как пчелы намет. Дальше по сценарию. Вышли, составили протокол, а на мой вопрос представителей о том, что почему маски же были у людей не на лице, они были в сумке, были в кармане, но не там, где нужно. Мне сказали, что тем не менее маски у людей были, они их одели, тем самым они могут ехать себе спокойно. А меня садили, потому что маски у меня не оказалось. Существует несколько способов ношения масок. Это мои уже авторские наблюдения. Вот посмотрите, вот такой аристократичный, когда маска на руке как некий аксессуар. Народный, простецкий самый, это когда маска вроде бы на человеке, а вроде бы ее и нет. То есть это вот что-то такое. Сейчас покажу. Ну, наверное, хорошо знакомая. Я и сама так, к сожалению, делаю. Наконец, вариант почти правильный, когда маска вот так вот на нос открыт. И, наконец, правильный, когда все закрыто. Ну, и мы сейчас посмотрим, как это все делается в наших трамваях. Вот любой первый попавшийся за номером 22. Сейчас сядем, проедем, все узнаем. Ждите новостей. Ну, что я вам скажу. Я ехала, хоть и не в час пик, но вагон был практически переполнен. И в процентном соотношении, ну, где-то 50 на 50. 50 процентов люди в масках, как я сейчас. И 50 просто так. Ну, вот такие результаты. Это несмотря на то, что в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. И до 31 августа он сохраняет свою силу. Получаются масочки для галочки. А вирусные риски бьет по собственному здоровью. Заведующий лечебным отделением ковидного госпиталя медсанчасти Геннадий Прокофьев заверяет. Даже такое, казалось бы, тонкое прикрытие работает. А ему приходится работать с теми, кто этого либо не понимает, либо не доверяет. Люди сейчас приезжают с дач, везут продукты, которые вырастили, на переработку. И вот этот всплеск, я как бы объясняю, ну, вот по данным вчера, позавчера такие люди как раз и поступают. То есть преимущественно сейчас 60 плюс, конечно, но молодежь есть. Я вот впервые вижу людей, которые там, ну, 20 лет. В регионе за время пандемии инфицировано 66 тысяч человек. Две из них мы потеряли. Рост заболеваемости, как и госпитализаций, на увеличение. Быть может, маска не спасет, но вдруг добавит шансов. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Из года в год одно и то же. В жару без воды. Ее попросту на всех не хватает. Села растут, а старые водоводы от износа временем выходят из строя. Оперативно решали все эти вопросы. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что бесконечно так продолжаться не может. Необходимо принимать какие-то меры, прежде всего финансовые, для решения этой проблемы. Иначе каждый год это будет все больше и больше накапливаться. Но критическая масса когда-то может и лопнуть. Острая проблема – бесхозные сети, которые чаще всего имеют стопроцентный износ. За последние годы Горводоканал принял почти 100 километров таких водопроводов. Есть вопросы и с водоотведением. Например, коллектор на улице Александра Невского в ненормативном состоянии. А ведь он идет под дорогу в непосредственной близости от микрорайона «Новая жизнь». Скоро все изменится. В Ульяновской области впервые заменят более 100 километров водопроводных сетей. А еще на повышение качества водоснабжения в отрасль направлены дополнительно 185 миллионов рублей. На эти деньги реконструируют более 25 километров труб водоснабжения в селах Вышки и Большая Кондорать. Плюс в 42 населенных пунктах заменят более 35 километров аварийных участков сети. А Лаишевку и Протопоповку к ноябрю подключат к централизованной системе водоснабжения города Ульяновска. Таким образом, общее финансирование областного бюджета отраслевых программ по воде, газу, теплоисточникам, субсидированию, благоустройству составило миллиард 990 миллионов рублей. То есть это рекордный показатель за последние годы внимания к отрасли, к проблемам жителей отраслевых. Обновятые водонапорные башни. 15 штук в 14 поселениях. А в селе Чирикова базарно Сызганского района и вовсе установят новую башню и заменят участок водопровода. Тема воды должна стать одной из главных при формировании областного бюджета на 22-й год. Уже известно, что предварительно на отрасль ЖКХ запланировано 900 миллионов рублей. Депутаты комитета по жилищной политике будут настаивать на ее увеличении. Слишком много проблем накопилось в отрасли. Мост через реку Сельдь в поселке Дачный готовится к сдаче в эксплуатацию. Открытие запланировано на начало сентября. Уже выполнены монтаж опор, бетонирование пролетного строения, гидроизоляция, обустроенные ливневки и установлены перильные ограждения пешеходной части моста. Работы продолжаются. Начался демонтаж временной переправы. Всего ремонт моста, включая создание дублирующего пути, обошелся в 170 миллионов рублей. В Индии до конца года появятся две новые модульные котельные. Средства выделены из областной казны. Работающая на мазуте действующая квартальная котельная устарела. К новым теплоисточникам подключат жилые дома, школу и детский сад. Сейчас бригада готовит сборный фундамент под блочно-модульные газовые котельные. Отмечается на модернизацию теплоснабжения в 2017-2020 годах. Регион потратил свыше 620 миллионов рублей. За это время появилось 72 новых объекта в 9 районах области. За полгода Ульяновский ЦУР обработал более 30 тысяч обращений жителей области. Около 13 тысяч поступило через социальные сети, 18,5 тысяч через госуслуги. В топе вопросов здравоохранения, благоустройства, состояния дорог, соцзащита и темы ЖКХ. Сроки рассмотрения сократились с 30 до 20 дней по сравнению с началом года. Количество просроченных обращений снизилось. Лучшими по работе с населением признаны Вишкаемский, Новомалеклинский, Павловский, Радищевский и Старокулаткинские районы. Также отмечается, что аналитика Центра управления регионом используется при распределении бюджетных средств. На решение наиболее острых задач планируется выделить полтора миллиарда рублей. Говорит Москва на связи все регионы страны. При помощи видеотрансляции избиркомы обсуждают работу систем видеонаблюдения на предстоящих выборах. Беспрецедентная по количеству устройств техническая оснащенность участков в 2021-м оставила позади процент охвата предыдущих федеральных выборов. У нас впервые будет организован Центр общественного бюджета. Я считаю, что это такая правильная форма, наверное, когда, в принципе, и все желающие могут посмотреть. И есть возможность посмотреть, прежде всего, специалистам, которые заинтересованы, которые понимают суть происходящего и так далее. 70 часов непрерывной трансляции условия продиктованы необходимостью обеспечить безопасность процесса. Подготовка набирает обороты. Накануне завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Государственной Думы. У нас на сию минуту из 25 заявившихся кандидатов 23 человека зарегистрированы. И сегодня мы рассматриваем вопрос о регистрации Моргачева Сергея Владимировича. Я думаю, что неожиданностей не будет. И вчера мы приняли документы и в том числе подписи избирателей от единственного нашего самовыдвиженца Якушева Алексея Юрьевича. В списке электоральной поддержки самовыдвиженца серьезный недобор. Почти половины подписей не хватает до необходимого числа. В ближайшее время обл. избирком огласит полный перечень претендентов на место в Госдуме. Вместе с парламентскими в регионе пройдут выборы губернатора. Здесь регистрация давно завершена. Список окончательный. Изменению не подлежит. Напомню, что из восьми изначально выдвинувшихся кандидатов на пост губернатора Ульяновской области процедуру регистрации в областном избиркоме прошли четверо. Таким образом, в избирательный бюллетень попадают Бударин Геннадий Александрович от партии «Зеленые», Горева Светлана Владимировна «Новые люди», Маринин Сергей Владимирович «ЛДПР» и Русских Алексей Юрьевич от КПРФ. Фамилии кандидатов в бюллетень заносятся в алфавитном порядке. Четыре кандидата, они остаются у нас зарегистрированными. Я думаю, что эти кандидаты будут в бюллетене. Новых, конечно же, невозможно. На следующих выборах это, может быть, и новые будут, а на этих выборах все уже. Выбор есть, осталось сделать выбор. Вера Мещерякова, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Время объединиться и вместе обсудить проблемы. Главное – найти решение. Для этого в Ульяновске открылся штаб общественной поддержки, цель которого – стать главным центром притяжения для всех общественных сил. Вместе с представителями НКО партия «Единая Россия» на площадке штаба будут проводить приемы граждан, круглые столы, тематические встречи с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами. Для этого были подписаны соответствующие соглашения. Собрать, саккумулировать предложения наших земляков, наших ульяновцев и в виде наказа отдать. Представителю партии в Госдуме, чтобы интересы жителей области начали лоббировать уже на федеральном уровне. Но прежде нужно записать самые волнующие вопросы, собрать самые стоящие идеи. Не только социальная поддержка, наверное, еще и психологическая поддержка вот в эту тяжелую минуту, как вот сейчас идет пандемия. Соответственно, прекрасно понимаете, что во время пандемии очень многие остались без работы. То есть мы работаем еще и в этом направлении. Для нас очень значима социальная поддержка участников боевых действий и приравненная к ним категориям граждан. И мамы, которые потеряли своих детей. Штаб станет и просветительской площадкой, где по запросам ульяновцев будут и выступать эксперты, известные люди, политики, общественные деятели. Сюда же переместятся стратегические сессии, точнее, следующий их уровень. Все собранные идеи жителей районов тут рассмотрят предметно. Специалисты подскажут, какие нужно подготовить нормативные акты, документы для воплощения той или иной инициативы. Это будет большая экспертная площадка. Мы на нее будем приглашать уже вот тех специалистов, которые помогут нам разобраться во всех этих хитроспетелях, чтобы реализовать это для людей. Диалог вместо монолога. Здесь начнут развивать геймификацию, соревнования по политической тематике, турниры по дебатам. Медицина, образование детей и внуков, комплексно благоустроенные территории, не только подъезды, но и все, что вокруг домов и так далее. Поэтому вот эти все программы и будут обсуждаться на штабе. Валерия Кондратьева и Данила Акимов из Мариинской гимназии вопросами экологии на своем уровне занимаются давно и плотно. Участие в форме подарило возможность прямого обмена опытом. Не только по теме защиты природы. Приоритеты также лидерские и творческие качества. Вообще на таком форме я первый раз в своей жизни, и это для меня огромный опыт. Попала я туда благодаря РДШ. Я написала эко-комикс, который связан с очисткой природы. Прежде чем попасть на смену, нужно было написать, нарисовать свой комикс. Мой комикс был в формате инфографики. Там были указаны одни из самых главных и реализуемых путей решения глобальных экологических проблем. Это сортировка мусора с помощью специальных ящиков, создание роботизированной механической помощи для сортировки мусора и многие другие подпроекты. Вернувшись в Ульяновск, Валерия продолжает эко-активность. Например, сейчас пишет эко-проект. Он называется «Задай батарейку, сохрани природу». Конкретно вообще всем этим я начала заниматься еще до форума, но именно форум, он заставил меня задуматься о моей будущей профессии, и теперь я уже подумываю стать будущим экологом. Данила руководит городской ученической коллегией. Здесь действует эко-направление, где школьники разрабатывают пути решения экологических проблем в регионе. Сейчас школьник со своей командой пишет проект на грант, который затрагивает экологические проблемы региона. В основном ситуацию со свалками и отсутствие развитой инфраструктуры по сортировке отходов. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 километров в час не страшно? Это те самые 10-15 километров, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. По данным сайта Гесметио, 6 августа в Ульяновске солнечно. Температура воздуха по области ночью плюс 16, плюс 20, днем от 23 до 27 градусов. В городе температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем от 24 до 26 градусов тепла. Ветер северный с переходом в северо-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Екатерина, вот как ты думаешь, как называется моя прическа? Мне ты напоминаешь, если честно, джина из Алладина. Вряд ли она так называется. Ну, может быть, игривый хвостик. Нет, просто я на самом деле не знаю, поэтому я спрашиваю тебя, может быть, ты как наимощнейший специалист в красоте и прическах дала бы мне ответ, а то сам я растерялся. Ну вот все о прическах и о хвостиках тоже знают наши эксперты из рубрики «Стиль». Предлагаю передать им слово. Здравствуйте! Сегодня с вами рубрика «Стиль» и я ее ведущая Мария Зотова, преподаватель техникум отраслевых технологий и дизайна. Какая девушка не мечтает об идеальном окрашивании? Именно весной стоит об этом задуматься. Сегодня мы с вами делаем тонирование волос. Тонирование волос нам необходимо, чтобы обновить цвет, улучшить структуру волос, чтобы волосы блестели и смотрелись идеально. Сегодня нам для тонировки волос понадобится кисточка, краска, подойдет любая бытовая краска, либо профессиональная, которая вам нравится и подходит для вашего типа волос. Для начала мы с вами размешиваем краску. Краску можно использовать любую, краску, которая подходит вашим волосам. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Красящая основа у нас готова. После этого мы берем и делим волосы на 4 зоны. Это затылочную, теменную и боковые зоны. И начинаем наносить краску на корни волос. Чтобы у нас зоны были разделены и вам не мешала каждая зона, мы сначала краску наносим на проборы, которые мы отделили. Получилось у нас 4 зоны. И начинаем мы красить задние части с нижней затылочной зоны. Для чего это делается? Потому что реакция здесь идет медленнее, чем на теменной зоне. И чтобы реакция нашла окрашивание равномерно, и цвет у нас получился равномерно, мы начинаем красить с нижней затылочной зоны. Сначала мы с вами берем и окрашиваем корни волос, так как у нас здесь уже натуральный цвет и волос менее поврежден. Затем мы уже наносим краску на длину волоса. Краску наносим тщательно, чтобы цвет получился равномерно и везде было все прокрашено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Ну, некогда ходить в отпуск, мы уже поняли, потому что очень много объединяйте активных таких ребят, двигателей, которым нужно много сделать хорошего, но деньгами здесь им тоже нужно помогать. Как это вот происходит? Разными ресурсами, в том числе волонтерской своей деятельностью, своим личным участием тоже можно им помогать. На самом деле некоммерческие организации, конечно, могут и зарабатывать сами, и быть, ну, как обычные юрлицы, да, там, и поставщиками услуг, и приносить при этом пользу людям. Ну, конечно, главный источник для них финансовых средств – это участие в конкурсах на предоставление грантов и субсидий. И только буквально вестой завершился первый региональный конкурс, сейчас у нас стартовал второй региональный конкурс, и он уже по новым правилам игры. Те правила, которые рекомендовал фонд президентский грантов, и будут приниматься заявки в электронном виде, через электронную платформу, не нужно будет ездить в Ульяновск, тратить на это время, ресурсы и так далее. Все для того, чтобы организациям было легче. Ну, это, то есть, упрощает работу для организаций, которые находятся в муниципальных образованиях? Конечно, конечно, потому что приехать из Павловки, Николаевского района, далеко для некоммерческих организаций, но вообще для любых людей, да, и накладно, потому что это транспорт, нужно успеть к определенному сроку все это сделать, а вдруг какой-то документ не в порядке, да. То есть, для них это, конечно, встает в проблему иногда, а сейчас все будет через электронную платформу приниматься, все документы, устав, там, свидетельство, все нужно прикрепить просто, да, через личный кабинет, там же заполнить заявку, не нужно ее где-то распечатывать, ставить печать, в нескольких цеплярах это делать. То есть, все просто, через электронную платформу. А защита все равно в оффлайн формате или тоже? Работать будут эксперты, они будут работать тоже удаленно, им будет предоставлен, соответственно, доступ к этим заявкам, и они будут там же на платформе оценивать. А там система, я не знаю, вопрос-ответ, ну, потому что... Вопрос-ответ, вот для участия в конкурсе, ну, не всегда это приветствуется. В этом году общественная палата решила, что вот кто победит, да, чьи проекты эксперты отберут, и тот будет иметь право презентовать свой проект уже на широкую публику и рассказывать о том, что они хотят сделать, какие результаты получить, приглашать туда участников, да. Вот, поэтому это вот в этом году все поменяется. Можно сказать, что есть какая-то, какой-то приоритет, например, у социально значимых НКО или у тех, кто продвигает здоровый образ жизни? Или вот все равные? И кто здоровый образ жизни, и кто занимается инвалидами, кто занимается культурой, образованием, там, просвещением, это все социально ориентированные НКО. Они все к этому типа относятся. Приоритет, кому будет даваться? Ну, наверное, кто получит или планирует получить больше результат при минимуме ресурсов вложений. Вот это самое главное, найти самые эффективные подходы, технологии. Иногда у государства это не получается, а у НКО они привыкли экономить на всем, и они начинают понимать, а где ресурсы взять, а какие партнеры могут помочь, да. А добровольцы что могут сделать, да. И какие другие некоммерческие организации тоже могут какими-то ресурсами к ним подключиться. И это у них получается достаточно эффективно. Это вот, ага. Нет, я просто так много направлений назвали, но есть там, которые больше всего НКОшники любят, больше всего заявок там, например, по образованию проходят. Или по реабилитации инвалидов. Ну, понятно, что с инвалидами сложнее работать, например, чем с детьми, школьниками, да, которые уже учатся на школах, можно прийти в школу, да, и вместе с ними что-то сделать полезное. Поэтому здесь вот невозможно так их на одну чашу весов ставить, поэтому и выделено в разные направления, чтобы организации соревновались друг с другом, да. То есть те, кто, например, здоровым образом жизни занимается, пропагандой физкультуры, они соревнуются между собой. Кто предоставляет социальные услуги, там, социальное обслуживание, они между собой соревнуются. Это правильно. Здорово, конкуренция такая подстегивает. Как на чашу весов поставить, да, ну вот как бы там здорово где-то к больным. Конечно, эксперты отдадут, понятно, да, в чью пользу эти средства. Поэтому и номинации для этого и придумали. А есть направления, которые провисают, но в котором, может быть, не так много активных НКО, может быть, где вообще никто еще ни разу не пытался работать? Ну, могу сказать. В основном это защита прав и свобод человека. Ну, правозащитные организации у нас их не так много. В основном они работают в сфере защиты прав потребителей, например, да, но это достаточно просто. Закон позволяет им это сделать, вот. А вот правозащитные в широком смысле, вот таких вот организаций у нас маловато. Но у нас есть уполномоченные по защите прав ребенка, человека, там, предприниматели и так далее. Вполне возможно, что, ну, как бы государственные эти структуры, ну, решают достаточно качественно, да, и нет такой острой необходимости и ниши у некоммерческих организаций этим заниматься. В общем, справляются, значит, хорошо. Да. Но это мы говорим о новом конкурсе. А результаты можно подвести предыдущего конкурса? Что там вот, кто наиболее вам показался интересный, какой проект, может быть, вот, ребята какие? Там было разыграно в том конкурсе в прошлом 20 миллионов, 40 проектов были поддержаны. Интересные, ну, много интересных, да, 40 проектов, это все равно такое большое разнообразие. Мне очень нравится проект ТОС-движение в этом, в Инстинском районе, село Забалуйка. Они не просто там просят, как обычно ТОС это делает, построите нам площадку, да, там, спортивную, детскую и так далее, да. Они провели конкурс между улицами. На каждой улице вот есть такой свой маленький оргкомитет. Они разработали там уже план благоустройства своей улицы, что они там будут делать. Прошел конкурс между ними, вот, и, конечно, вот победители конкурса уже получили как дополнительную форму, там, стимуляции, уже какие-то вот малые архитектурные формы. У них теперь инсталляция есть в селе, счастье есть, она горит вечером. И очень здорово, что на этой площадке происходит масса разных активностей. Соседи чуть ли не ежедневно, то у них спортивные соревнования, то у них какие-то посиделки чаепития, то какие-то творческие конкурсы. Я слежу за ними в соцсетях. И вот это буквально каждый день у них есть новостной какой-то материал. И очень интересно наблюдать, как разворачивается жизнь в этом маленьком селе. Они уже благоустроили озеро, сделали там заборы, загородили старые, обветшалые уже дома, которые заброшены хозяинами. То есть вот и этот проект, он именно стимулирует всех жителей, да, чтобы они общались, чтобы они встречались, чтобы у них была яркая, насыщенная жизнь. Вот, мне очень понравилось. А бывали такие истории, когда НКО вот о себе так ярко заявляет, говорит, мы сделаем одно, получают деньги, и где-то провис пошел, провал. Вот как-то их можно вытянуть, как-то им помочь можно? Конечно, бывает. Вот особенно в период пандемии, понятно, что проекты, которые подразумевали реабилитацию, это когда ребенок приходит куда-то, да, в пространство, там есть тренажеры, там есть специалисты, и вдруг все это закрылось, да, доступа не было. И поэтому у детей с инвалидностью был такой, ну, откат, скажем так, даже, да, потери каких-то навыков. Опять же, потому что им нужно постоянно это делать, постоянно заниматься, да, постоянно. Вот, и проблемы были, потому что невозможно эту услугу перевести в онлайн, да? Да, здесь точно. То есть даже если подключатся к ним специалисты и покажут на картинке, как это делать, но это все равно без тренажера, без соответствующего оборудования невозможно сделать. Конечно, это были проблемы, и очень сложно было, но государство в этом случае идет навстречу, либо сдвигает сроки, либо где-то пытается, да, там, уменьшить показатели, там, еще что-то, да, поэтому... Но все это индивидуально, строго, чтобы тоже не было таких ребятишек, которые, прикрываясь, могут просто не реализовать, или не оценили собственные амбиции, и потом, получив деньги, вот, не реализовали. То есть все это, вот, проходит свой мониторинг. Если вдруг случается так, что организация... Ну, в прошлом году был такой момент, что организация планировала культурное такое публичное мероприятие, и, ну, из-за все время ограничений, да, сдвигали, 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 в итоге не выполнили, и субсизия в полном объеме вернулась в бюджет региона. Ну, потому что они понимали, что это обязательства, это деньги. И вот такая ситуация произошла, тоже такие случаи были. Ну, конечно, в Зуме не проведешь какой-нибудь уличный фестиваль, это вот форс-мажор такой. А вот вы сказали про Инзинский, да, вот этот ТОС. Вообще, насколько активно подключается сейчас муниципальное образование? То есть оттуда инициатива на конкурс идут? Да, ведь и некоммерческие организации в основном прирастают за счет муниципалитетов, да. А муниципальные бюджеты очень скудные, ограниченные. И некоммерческие организации становятся тем инструментом привлечения ресурсов на территорию и развития территории. Поэтому вот муниципалитеты создают ТОСы, создают автономно-некоммерческие организации для того, чтобы поддержать, да, там, инфраструктуру свою и чтобы появились какие-то новые варианты, там, не знаю, да, и условия, да, для жителей, для их реализации, для культуры, досуга, спорта и так далее, чтобы у них это тоже все развивалось. То есть активно прирастаем районами? Конечно, да, и это, мне кажется, очень важно. Ну вот сейчас еще раз о конкурсе, который предстоит. До какого числа можно подать заявки? Куда можно подать заявки? Фонд президентские грантов разработал сайт granty.rf, на котором как раз все региональные такие вкладки, то есть каждый регион там завел свой, ну, такой мини-подсайт, да, там раздел. И там как раз есть ульяновск.granty.rf, туда можно зайти, создать свой личный кабинет и дальше уже заполнять заявку, которая там в электронной форме, прямо на сайте. Можно заходить и заполнять заявки, до 20 августа эти заявки будут приниматься. И потом в течение какого времени принимается решение комиссии о победителях? 45 дней. Да, то есть будет техническая проверка, все ли документы, да, соответствует ли организация всем требованиям, которым должна соответствовать дальше эксперты. Будут работать в том числе и из других регионов, которые будут оценивать заявки. И, соответственно, собирается дальше экспертный совет и уже утверждает итоги конкурса, смотрит на рейтинг, да, баллы, которые набрала каждая организация. И принимает решение о финансировании того проекта. Ну, в октябре, значит, мы узнаем о самых интересных проектах, вернемся к ним. А сколько всего вот на второй конкурс денег заложено? У нас в государственной программе было заложено 35 миллионов. 20 разыграли, осталось 15. Но благодаря тому, что мы вот с фондом президентских грантов заключили соглашение, и они софинансируют региональный конкурс тоже в объеме 35 миллионов. 15 у нас осталось из регионального бюджета, и 35 пришло из федерального. Значит, общий грантовый пулл будет 50 миллионов. Ну, хочется сказать, дерзайте, друзья, дерзайте все, кто находится в конкурсе. И чтобы много было интересных, качественных заявок. Вот, с удовольствием. Спасибо вам огромное. В октябре с удовольствием к этому вернемся, узнаем, кто же стал самым-самым. Самых-самых, я думаю, мы в гости пригласим обязательно, чтобы поговорить о конкурсе, о проектах, обо всем-всем-всем, что было сделано для Победы. Да, и что они планируют потом сделать для наших жителей региона. Ну что ж, напомним, этим утром у нас в гостях была Елена Михайловна Шпоркина, руководитель Центра развития НКО Ульяновской области. Ну, а мы двигаемся дальше. Катя, ты вот совсем недавно была в отпуске. И поделись, как это выйти из него на работу? Тяжело тебе это далось или легко? Ну нет, мне очень повезло с моим соведущим, с моими коллегами. На самом деле, легко выходить из отпуска, зная, что впереди когда-нибудь будет еще, там у нас же целый месяц отпусков. Ну, легко, потому что все-таки работа любимая, и это как-то, в общем-то, не легко переключиться. Между тем, врачи перечислили признаки постотпускного синдрома. По словам специалистов, после отпуска человек и морально, и физически может ощущать себя по-другому из-за перемен в стиле жизни, в режиме питания и сна. Возвращение к рабочему режиму увеличивает нагрузку на организм после периода расслабления. Ну вот, цитирую, стресс приводит к тому, что в организме вырабатывается гормон кортизола. Любая стрессовая реакция приводит к тому, что человек может испытывать даже мышечные напряжения и спазмы, объяснил специалист. Из-за этого, по словам врача, появляются головные боли и повышается артериальное давление. Как правило, люди обращаются к терапевту с жалобами на усталость, раздражительность, мышечные боли. Вот это и есть постотпускной синдром. Да, и вот, ну я не знаю, в общем, в отпуск, что ли, не ходить? Что, в общем, тогда делать-то? Что же делать? Не ходить в отпуск – это не вариант. Ходить в отпуск и страдать? Ну, почему бы и нет? В любом случае, я думаю, надо обратиться к специалистам, которые подскажут, помогут и определят наименее такой страшный момент выхода на работу. Ну, вот самый надежный специалист – это Оксана Галеева. Как минимум, физически она может переключить нас на рубрику ЗОЖ, в общем. Доброе утро! С вами Оксана Галеева, руководитель студии «Йога-лайф», преподаватель женских практик. Сейчас весна. Весна – это время печени. Да, вот так звучит во многих восточных практиках оздоровления нашего организма. Именно весной мы должны максимальное внимание уделять работе, проработке этого главного детоксикационного органа. Как мы можем влиять? Конечно, через пищу. Что нагружает нашу печень? Это жирные молочные продукты. Это, минуточку, апельсиновый сок. Это соленая и копченая рыба. А также продукты жареные, а в особенности картофель фри. Так что будьте внимательны, когда вы ходите со своими детьми по фастфуду. Кроме того, что мы должны следить за качеством и именно видами потребляемой пищи, для того, чтобы наша печень функционировала в здоровом состоянии, мы еще можем помочь ей именно через упражнения. Сегодня я хочу показать через обычное дыхание, как мы можем дышать. Диафрагмальное дыхание подключаем и сделать обычное упражнение, которое будет способствовать улучшению работы нашей печени. нашего, так скажем, тихого генерала. Да, почему тихого? Потому что печень никогда не болит. В ней нет нервных окончаний. Мы не чувствуем проблемы, к сожалению, до поры, до времени. Печень у нас соединяется с нижними лепестками нашей диафрагмы. Диафрагма – дыхательная мышца. Так вот, мы сейчас подключим в работу диафрагму. И когда она будет работать в полную, так скажем, меру, не застаиваться, она будет способствовать и улучшению работы печени. Итак, ручку одну устанавливаем на грудной центр, вторую – на область живота. И начинаем дышать таким образом, чтобы верхняя рука оставалась на месте и неподвижно. Мы не дышим грудной клеткой, мы дышим только животом, улучшая работу всей брюшной полости. Итак, вдох. Животик надувается и выдох. Животик становится плоским. Еще вдох. И выдох. Верхняя рука остается неподвижной. Проследите. При дыхании мы чувствуем напряжение в верхней части живота. Именно там, где располагается дыхательная мышца. Еще мы можем углубить эффект дыхания и увидеть себя, словно мы смотрим на себя сверху. Дыхание идет не только в передне-заднем, так скажем, направлении нашего тела, но и расширение в стороны. Мы беремся за нижние ребра и дышим так, чтобы на вдохе ребра расходились в стороны, а грудная клетка и ключица оставались на месте. Итак, вдох. И выдох. Вдох. Ручки у нас расходятся в стороны. И выдох. Иногда это упражнение сделать очень трудно, если у вас не натренированы дыхательные, вспомогательные дыхательные мышцы. Но пробовать можно, особенно дома, перед зеркалом. И таким образом мы соединяем дыхание, вдох у нас животик идет вверх, вперед, и ребра расходятся в стороны. И выдох все сходится в одну точку. Прекрасные упражнения, вентилирующие и наши легкие, и влияющие на здоровье печени. Ну а вторым комплексом, что мы сегодня можем сделать, это небольшая скрутка. Печень и все органы пищеварительного тракта любят скручивающие движения. Мы встали, встали ровно, ручки соединили перед грудным центром, в позицию намасте. Присели, словно мы садимся на стульчик, но стула у нас сзади нет. Итак, мы с вами наклоняемся вперед, не меняя положение ног, и закручиваемся в стороны, желательно облокачиваясь локтем по свое колено. Выдерживаем некоторое количество времени и возвращаемся обратно. То же самое мы делаем на другую сторону. Желательно выдержать от трех до пяти дыхательных циклов, животом и ребрами в стороны. Ну а я вам желаю хорошего дня и прекрасного настроения. Вот сейчас неожиданная информация прозвучит, но тем не менее в России вырос спрос на кнопочные мобильные телефоны. Ну действительно, россияне стали чаще покупать старомодные кнопочные телефоны, из-за чего цены на них выросли, утверждают специалисты. По данным ритейлеров, продажи устройств в натуральном выражении выросли от 4% до 26%, а в денежном от 19% до 35%. В среднем цена кнопочного телефона поднялась на 11% и составила, но более тысячи рублей, почти полторы. Популярность девайсов, по мнению экспертов, обусловлена началом дачного сезона и ростом числа трудовых мигрантов. Помимо этого, на спрос повлияло использование таких телефонов вместо стационарных на удаленке во время пандемии, а также боязнь утечки персональных данных пользователей смартфонов. Специалисты при этом предрекли дальнейшее снижение импортно-кнопочных мобильных телефонов ввиду дефицита компонентов и роста цен на них, а также подорожание перевозок. Ну, по словам аналитиков, из-за проблем с поставками еще в прошлом году стоимость таких устройств выросла в среднем на 20%. Существенное подорожание отмечается и сейчас. Ну, вот, думаю, что переживать не стоит. Надо переходить тогда на обычные смартфоны. Ну, там же переживания, что личные данные куда-то утекут. Чтобы не переживать, послушайте советы нашего психолога. Доброе утро! С вами психолог Светлана Артамонова. И сегодня мы поговорим о счастье, о том, какая есть формула счастья. Учеными установлено, что на нашу жизнь на 50% влияет генетика. Всего лишь на 10% влияет жизненные обстоятельства. Это, например, работа, семья, дети. И на 40% влияет состояние ума. А мы ведь, кстати, на самом деле думаем обычно наоборот. Мы думаем, что обстоятельства внешние большим количеством влияют на то, что у нас плохое настроение, что у нас как-то всё не складывается, и жизнь не счастлива. А на самом деле наоборот. Так вот, что же эти за 40%? Что это за состояние ума, которое нужно у себя содержать в порядке для того, чтобы жить с ощущением, что ты живёшь счастливо? Естественно, состояние ума бывает негативное и позитивное. И, как правило, мы имеем привычку мыслить негативно о себе. В чём это заключается? Знаете, как тело привыкло привычно сидеть, так же наш мозг привыкает привычно думать. И у нас есть какие-то представления, мысли, интерпретации событий, всё с негативной точки зрения. И, конечно же, мы понимаем, что то, что у нас складывается внутри, наш способ мышления и наше поведение – это всего-навсего привычка. Как же её менять? Можно ли её менять? Конечно, можно. Нам нужно с вами понять о том, что раз это привычка, то у неё есть как положительные, так и отрицательные стороны. Вот какие отрицательные стороны у привычки? Ну, отрицательная сторона в том, что она сама пройти не может. Это факт. То есть нужно приложить какие-то усилия, чтобы она изменилась. И отрицательная сторона в том, что она имеет под собой подкрепление в виде определённых нейронных сетей, которые в нашей голове созданы. И когда мы себе ставим задачу, что нам нужно что-то поменять или изменить, мозг, конечно, не хочет этого. У него уже всё расписано по проторенным дорожкам, и менять ему свои планы действий совсем не хочется. Тем более он живёт в состоянии сохранения собственной энергии. И когда он понимает, что ему нужно строить сейчас новую фабрику по созданию положительного мышления, например, или положительного восприятия себя, то, конечно же, он на это реагирует отрицательно. Энергия не выбрасывается, а человек может испытывать в это время состояние лени, когда не хочется ничего менять, не хочется никуда выходить, и очень трудно себя заставить сделать какое-то новое действие. Но есть и положительные стороны у привычки. Ну, во-первых, то, что всё-таки её поменять можно, даже хоть и с собственными усилиями. И то, что у нас есть собственная система подкрепления. То есть когда вы совершаете какое-то новое действие или новую привычку, формируете у себя, у вас появляется внутри ощущение победителя, удовлетворённости, и обязательно в головной мозг выбрасываются положительные гормоны. Как сделать так, чтобы ваши привычки стали положительными? Какие для этого необходимы действия? А я немножечко забегу вперёд и скажу, что самые главные действия к счастливой жизни – это осознанность, намерие и конкретный пункт непосредственных действий. Вот о том, какие они, мы с вами поговорим в следующем выпуске. С вами была психолог Светлана Артамонова. Всего вам доброго. Всё меньше времени остаётся до старта учебного года. Школьники где-то, наверное, немножко расстраиваются, а у учителей и у учебных заведений появилось время на то, чтобы сделать ремонт, обновиться, чтобы встретить учеников. Во всей красе. Именно. Вот как раз этим сейчас занимаются в Сенгелеевской школе, где на финишную прямую вышел ремонт. Ну, начат он был ещё в прошлом году. Здесь заменили крышу, часть окон, отремонтирован пищеблок и ведущий к нему коридор. Потрачено на это почти 4,5 миллиона рублей. В 2021-м ремонт продолжится, а здание ремонтируется теперь уже снаружи. Здесь обновлён фундамент от мостка и цоколя. В этом же году планируется освоить 12 миллионов 200 тысяч рублей. Но и на этом работа не завершается. На 2022-й год останется спортивный и актовый залы и ремонт кабинетов, а также благоустройство. Здесь хотят оборудовать зоны отдыха и игр, спортивную площадку, а также установить забор и, что важно, освещение. Ну, проектная мощность школы 550 человек, хотя фактически обучается здесь 250 человек в среднем и старшем звене, и 320 человек в начальной школе. Рубрика о главном продолжит утренний эфир. Продолжая тему цифр, доходная часть бюджета Ульяновской области в 2021 году увеличилась. Общий прирост бюджета составил почти 5,5 миллиардов рублей, из которых 1,5 миллиарда – дополнительные федеральные субсидии. По данным регионального Минфина, общий объём доходов составит около 75,8 миллиарда рублей. И в целом, в связи с оценкой ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на этот год, увеличивается его доходная часть более чем на 2 миллиарда рублей. По следующим показателям. Налог на прибыль организаций – 700 миллионов рублей, налог на доходы физических лиц – 635,5 миллионов рублей, и налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, на 636 миллионов рублей. В свою очередь, расходная часть увеличивается почти на 6,5 миллиардов и составит более 83,5 миллиардов рублей. В расходной части большая часть будет направлена на социальную сферу. На проведение ремонта и приобретение оборудования для государственных учреждений здравоохранения предусмотрено 421 миллион рублей. На ремонт зданий образовательных учреждений – 232,5 миллиона рублей. На завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов обманутых дольщиков – 135 миллионов рублей. На строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения – более 101 миллиона рублей. Кроме этого, средства выделят на приобретение автобусов, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам первого полугодия 2021-го в Ульяновской области на 19,7% вырос индекс промышленного производства. Среднее же значение по России достигло 104,4%. На рост индекса оказали влияние обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. В целом, в 21 из 23 видов деятельности зафиксированы положительные значения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин, регион входит в тройку лидеров по индексу промпроизводства среди субъектов Приволжского федерального округа. Новый финансовый продукт поддержки для начинающих предпринимателей запустили в Ульяновской области. Жители региона, открывающие свое дело, смогут получить поручительство по кредитам от регионального гарантийного фонда Корпорации развития промышленности и предпринимательства на льготных условиях всего под 0,25% годовых. Срок поручительства до 5 лет. Одно из условий получения льготной поддержки – предприниматель должен быть впервые зарегистрированным в качестве субъекта малого-среднего предпринимательства и работать менее года. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Я вообще-то лететь хочу. Не ты один, представляешь? Безмасочный артачился, но недолго. Нет средства индивидуальной защиты, есть выход. Плюс 150 тысяч штрафных рублей и 15 суток. Жестко в минус и на своих двоих ушел пассажир самолета, вылетающего из столицы в Ульяновск. Инцидент сегодняшнего дня, тогда как проверочные рейды на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм проводятся давно и регулярно, на всех видах пассажирского транспорта. Вы можете выйти? Мы оплатили проезд. Я знаю, у вас право нарушения административных, потому что мы сейчас разберемся. Точно так же на остановке, составляя протокол рядом с должностными лицами, буквально неделю назад стояла Ирина Гаврилова. Накануне был дождь, и когда я залезала в маршрут, у меня маска просто упала. Ну и я не стала ее поднимать, думаю, ну как-нибудь доеду аккуратненько. Если на грех и грабли стреляют, то на отсутствие маски контролеры как пчелы намет. Дальше по сценарию. Вышли, составили протокол, а на мой вопрос представителей о том, что почему маски же были у людей не на лице, они были в сумке, были в кармане, но не там, где нужно. Мне сказали, что тем не менее маски у людей были, они их одели, тем самым они могут ехать себе спокойно. А меня садили, потому что маски у меня не оказалось. Существует несколько способов ношения масок, это мои уже авторские наблюдения. Вот посмотрите, вот такой аристократичный, когда маска на руке как некий аксессуар. Народный, простецкий самый, это когда маска вроде бы на человеке, а вроде бы ее и нет. То есть это вот что-то такое, сейчас покажу. Ну, наверное, хорошо знакома, я и сама так, к сожалению, делаю. Ну, наконец, вариант почти правильный, когда маска вот так вот, но нос открыт. И, наконец, правильный, когда все закрыто. Ну, и мы сейчас посмотрим, как это все делается в наших трамвае. Вот любой первый попавшийся за номером 22. Сейчас сядем, проедем, все узнаем. Ждите новостей. Ну, что я вам скажу, я ехала, хоть и не в час пик, но вагон был практически переполнен, и в процентном соотношении, ну, где-то 50 на 50. 50 процентов люди в масках, как я сейчас, и 50 просто так. Ну, вот такие результаты, это несмотря на то, что в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, и до 31 августа он сохраняет свои силы. Получаются масочки для галочки, а вирусные риски бьет по собственному здоровью. Заведующий лечебным отделением ковидного госпиталя медсанчасти Геннадий Прокофьев заверяет, даже такое, казалось бы, тонкое прикрытие работает. А ему приходится работать с теми, кто этого либо не понимает, либо не доверяет. Люди сейчас приезжают с дач, везут продукты, которые вырастили, на переработку. И вот этот всплеск, я как бы объясняю. Ну, вот по данным, вчера, позавчера, такие люди как раз и поступают. То есть преимущественно сейчас 60 плюс, конечно. Но молодежь есть. Я вот впервые вижу людей, которые там, ну, 20 лет. В регионе за время пандемии инфицировано 66 тысяч человек. Две из них мы потеряли. Рост заболеваемости, как и госпитализаций, на увеличение. Быть может, маска не спасет, но вдруг добавит шансов. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Из года в год одно и то же. В жару без воды. Ее попросту на всех не хватает. Села растут, а старые водоводы от износа временем выходят из строя. Оперативно решали все эти вопросы. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что бесконечно так продолжаться не может. Необходимо принимать какие-то меры, прежде всего финансовые, для решения этой проблемы. Иначе каждый год это будет все больше и больше накапливаться. Но критическая масса когда-то может лопнуть. Острая проблема – бесхозные сети, которые чаще всего имеют стопроцентный износ. За последние годы Горводоканал принял почти 100 километров таких водопроводов. Есть вопросы и с водоотведением. Например, коллектор на улице Александра Невского в ненормативном состоянии. А ведь он идет под дорогу в непосредственной близости от микрорайона «Новая жизнь». Скоро все изменится. В Ульяновской области впервые заменят более 100 километров водопроводных сетей. А еще на повышение качества водоснабжения в отрасль направлены дополнительно 185 миллионов рублей. На эти деньги реконструируют более 25 километров труб водоснабжения в селах Вышки и Большая Кондорать. Плюс в 42 населенных пунктах заменят более 35 километров аварийных участков сети. А Лаишевку и Протопоповку к ноябрю подключат к централизованной системе водоснабжения города Ульяновска. Таким образом, общее финансирование областного бюджета отраслевых программ по воде, газу, теплоисточникам, субсидированию, благоустройству составило миллиард 990 миллионов рублей. То есть это рекордный показатель за последние годы внимания к отрасли и проблемам жителей отраслевых. Обновятые водонапорные башни. 15 штук в 14 поселениях. А в селе Чирикова базарно Сызганского района и вовсе установят новую башню и заменят участок водопровода. Тема воды должна стать одной из главных при формировании областного бюджета на 2022 год. Уже известно, что предварительно на отрасль ЖКХ запланировано 900 миллионов рублей. Депутаты комитета по жилищной политике будут настаивать на ее увеличении. Слишком много проблем накопилось в отрасли. Мост через реку Сельдь в поселке Дачный готовится к сдаче в эксплуатацию. Открытие запланировано на начало сентября. Уже выполнены монтаж опор, бетонирование пролетного строения, гидроизоляция, обустроены ливневки и установлены перильные ограждения пешеходной части моста. Работы продолжаются. Начался демонтаж временной переправы. Всего ремонт моста, включая создание дублирующего пути, обошелся в 170 миллионов рублей. В Индии до конца года появятся две новые модульные котельные. Средства выделены из областной казны. Работающая на мазуте действующая квартальная котельная устарела. К новым теплоисточникам подключат жилые дома, школу и детский сад. Сейчас бригада готовит сборный фундамент под блочно-модульные газовые котельные. Отмечается на модернизацию теплоснабжения. В 2017-2020 годах регион потратил свыше 620 миллионов рублей. За это время появилось 72 новых объекта в 9 районах области. За полгода Ульяновский ЦУР обработал более 30 тысяч обращений жителей области. Около 13 тысяч поступило через социальные сети, 18,5 тысяч – через госуслуги. В топе вопросов здравоохранения, благоустройства, состояния дорог, соцзащита и темы ЖКХ. Сроки рассмотрения сократились с 30 до 20 дней по сравнению с началом года. Количество просроченных обращений снизилось. Лучшими по работе с населением признаны Вишкаймский, Новомолыклинский, Павловский, Радищевский и Старокулаткинские районы. Также отмечается, что аналитика ЦУР используется при распределении бюджетных средств. На решение наиболее острых задач планируется выделить полтора миллиарда рублей. Говорит Москва на связи всей регионы страны. При помощи видеотрансляции избиркомы обсуждают работу систем видеонаблюдения на предстоящих выборах. Беспрецедентная по количеству устройств техническая оснащенность участков в 2021-м оставила позади процент охвата предыдущих федеральных выборов. У нас впервые будет организован ЦУР. Я считаю, что это такая правильная форма, наверное, когда, в принципе, и все желающие могут посмотреть. И есть возможность посмотреть, прежде всего, специалистов, которые заинтересованы, которые понимают суть происходящего и так далее. 70 часов непрерывной трансляции условия продиктованы необходимостью обеспечить безопасность процесса. Подготовка набирает обороты. Накануне завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Государственной Думы. У нас на сию минуту из 25 заявившихся кандидатов 23 человека зарегистрированы. И сегодня мы рассматриваем вопрос о регистрации Моргачева Сергея Владимировича. Я думаю, что неожиданностей не будет. И вчера мы приняли документы, в том числе подписи избирателя, единственного нашего самовыдвиженца, Якушева Алексея Юрьевича. В списке электоральной поддержки самовыдвиженца серьезный недобор. Почти половины подписей не хватает до необходимого числа. В ближайшее время обл. избирком огласит полный перечень претендентов на место в Госдуме. Вместе с парламентскими в регионе пройдут выборы губернатора. Здесь регистрация давно завершена. Список окончательный. Изменению не подлежит. Напомню, что из восьми изначально выдвинувшихся кандидатов на пост губернатора Ульяновской области процедуру регистрации в областном избиркоме прошли четверо. Таким образом, в избирательный бюллетень попадают Бударин Геннадий Александрович от партии «Зеленые», Горева Светлана Владимировна «Новые люди», Маринин Сергей Владимирович ЛДПР и Русских Алексей Юрьевич от КПРФ. Фамилии кандидатов в бюллетень заносятся в алфавитном порядке. Четыре кандидата, они остаются у нас до сих пор зарегистрированными. Я думаю, что эти кандидаты будут в бюллетене. Новых, конечно же, невозможно. На следующих выборах это, может быть, и новые будут. А на этих выборах все уже. Выбор есть, осталось сделать выбор. Вера Мещерякова, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Время объединиться и вместе обсудить проблемы. А главное, найти решение. Для этого в Ульяновске открылся штаб общественной поддержки, цель которого стать главным центром притяжения для всех общественных сил. Вместе с представителями НКО, партия «Единая Россия» на площадке штаба будут проводить приемы граждан, круглые столы, тематические встречи с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами. Для этого были подписаны соответствующие соглашения. Собрать, саккумулировать предложения наших земляков, наших ульяновцев и в виде наказа отдать. Представителю партии в Госдуме, чтобы интересы жителей области начали лоббировать уже на федеральном уровне. Но прежде нужно записать самые волнующие вопросы, собрать самые стоящие идеи. Не только социальная поддержка, наверное, еще и психологическая поддержка вот в эту тяжелую минуту, как вот сейчас идет пандемия. Соответственно, прекрасно понимаете, что во время пандемии очень многие остались без работы. То есть мы работаем еще и в этом направлении. Для нас очень значима социальная поддержка участников боевых действий и приравненная к ним категориям граждан. И мамы, которые потеряли своих детей. Штаб станет и просветительской площадкой, где по запросам ульяновцев будут выступать эксперты, известные люди, политики, общественные деятели. Сюда же переместятся стратегические сессии, точнее, следующий их уровень. Все собранные идеи жителей районов тут рассмотрят предметно. Специалисты подскажут, какие нужно подготовить нормативные акты, документы для воплощения той или иной инициативы. Это будет большая экспертная площадка. Мы на нее будем приглашать уже тех специалистов, которые помогут нам разобраться во всех этих хитроспетель, чтобы реализовать эту идею. Диалог вместо монолога. Здесь начнут развивать геймификацию соревнований по политической тематике. Турниры по дебатам. Медицина, образование детей и внуков, комплексно благоустроенные территории, не только подъезды, но и все, что вокруг домов и так далее. Поэтому вот эти все программы и будут обсуждаться на штабе. Валерия Кондразьева и Данила Акимов из Мариинской гимназии вопросами экологии на своем уровне занимаются давно и плотно. Участие в форме подарило возможность прямого обмена опытом. Не только по теме защиты природы. В приоритете также лидерские и творческие качества. Вообще на таком форме я первый раз в своей жизни, и это для меня огромный опыт. Попала я туда благодаря РДШ. Я написала эко-комикс, который связан с очисткой природы. Прежде чем попасть на смену, нужно было написать, нарисовать свой комикс. Мой комикс был в формате инфографики. Там были указаны одни из самых главных и реализуемых путей решения глобальных экологических проблем. Это сортировка мусора с помощью специальных ящиков, создание роботизированной и механической помощи для сортировки мусора и многие другие подпроекты. Вернувшись в Ульяновск, Валерия продолжает эко-активность. Например, сейчас пишет эко-проект. Он называется «Задай батарейку, сохрани природу». Конкретно вообще всем этим я начала заниматься еще до форума, но именно форум, он заставил меня задуматься о моей будущей профессии, и теперь я уже подумываю стать будущим экологом. Данила руководит городской ученической коллегией. Здесь действует эко-направление, где школьники разрабатывают пути решения экологических проблем в регионе. Сейчас школьник со своей командой пишет проект на грант, который затрагивает экологические проблемы региона. В основном ситуацию со свалками и отсутствие развитой инфраструктуры по сортировке отходов. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. По данным сайта Гесметио, ночью плюс 17, плюс 19. Днем от 24 до 26 градусов тепла. Ветер северный с переходом в северо-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 мм ртутного столба. Екатерина, вот как ты думаешь, как называется моя прическа? Мне ты напоминаешь, если честно, Джина из Алладина. Вряд ли она так называется. Ну, может быть, игривый хвостик. Нет, просто я на самом деле не знаю, поэтому я спрашиваю тебя, может быть, ты как наимощнейший специалист в красоте и прическах дала бы мне ответ, а то сам я растерялся. Но вот все о прическах и о хвостиках тоже знают наши эксперты. Из рубрики «Стиль» предлагаю передать им слово. Здравствуйте! Сегодня с вами рубрика «Стиль» и я ее ведущая Мария Зотова, преподаватель техникума отраслевых технологий и дизайна. Какая девушка не мечтает об идеальном окрашивании? Именно весной стоит об этом задуматься. Сегодня мы с вами делаем тонирование волос. Тонирование волос нам необходимо, чтобы обновить цвет, улучшить структуру волос, чтобы волосы блестели и смотрелись идеально. Сегодня нам для тонировки волос понадобится кисточка, краска. Подойдет любая бытовая краска, либо профессиональная, которая вам нравится и подходит для вашего типа волос. Для начала мы с вами размешиваем краску. Краску можно использовать любую, которая подходит вашим волосам. Краска. 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 Красящая основа у нас готова. После этого мы берем и делим волосы на 4 зоны. Это затылочную, теменную и боковые зоны. И начинаем наносить краску на корни волос. Чтобы у нас зоны были разделены и вам не мешала каждая зона, мы сначала краску наносим на проборы, которые мы отделили. Получилось у нас 4 зоны. И начинаем окрасить задние части с нижней затылочной зоны. Для чего это делается? Потому что реакция здесь идет медленнее, чем на теменной зоне. И чтобы реакция нашла окрашивание равномерно и цвет у нас получился равномерно, мы начинаем красить с нижней затылочной зоны. Сначала мы с вами берем и окрашиваем корни волос, так как у нас здесь уже натуральный цвет и волос менее поврежден. Затем мы уже наносим краску на длину волос. Краску наносим тщательно, чтобы цвет получился равномерно и везде было все прокрашено. КОПОЛИЦА Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как мы окрасили всю голову, у нас идет время выдержки 15-20 минут в зависимости от желаемого оттенка. Продолжение следует... С помощью тонирования мы с вами освежили действующий цвет модели. И с вами была рубрика «Стиль» и я ее ведущая Мария Зотова, преподаватель технику отраслевых технологий и дизайна. К вопросам экологии. Начались изыскания для расчистки пруда на улице Масленникова в Демитровграде. Стоимость работы 1 миллион рублей. До 1 ноября специалистам необходимо найти причины экологической деградации водного объекта и решить, что делать. Уже подписан соответствующий контракт на проектные и изыскательские работы в деле госпрограмма охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов Ульяновской области. Специалистам помимо того, что нужно будет указать причины экологической деградации, необходимо определить источники питания водоема, мощность донных отложений и объемы изымаемых грунтов. Требуется химический анализ воды. Необходимо составить климатическую характеристику района проектирования и выполнить промер глубин. Сейчас пруд заболочен и заилен. Весь зарос, что нарушает экологический баланс природно-ландшафтного комплекса местности. После всех проведенных работ потребуется экологическая реабилитация пруда, утратившего способность к самоочищению, ликвидация засорения, расчистка водоема и, конечно, нужно благоустроить прилегающую территорию. Рубрика «Это интересно» далее. Спичечная этикетка Спичечная этикетка – это такой маленький информационный плакат, причем темы самые разные. Космос, животные, цветы, игрушки – значимые события в жизни той или иной страны. Есть спички с логическими задачами, рекламные спички из ресторанов, магазинов и кафе. Будут представлены спичные этикетки Ирана, Чехии. Будут представлены тематические наборы отдельные, то есть посвященные науке, технике, Великой Отечественной войне. Родом из СССР будет тематическая выставка спичных этикеток. Коллекционеры – удивительные люди. Вот этот коробок был куплен на Варшавском блошином рынке. Продавец очень радовался и хвастался, что продал пустой коробок, а коллекционер радовался, что купил уникальный экспонат. Это все погодные. Это специально для туристов. То есть они зажигают дождливую погоду, поэтому вот такого формата. Есть спички советского времени, прошлого века. Сами спички и упаковка – все из натурального дерева. Это натуральный шпон. Коробка состоит из натурального шпона. Вот. Это спичные коробки периода СССР. Для коллекционера, в большей части, если есть возможность, чтобы коробок был аутентичный. То есть новый, не чирканный, полный спичек по возможности, ну и в хорошем состоянии. Чем коробок целее, тем выше цена. Особенно это касается наборов. Например, набор «Советская радиоаппаратура». Каждый коробок здесь в целости и сохранности. Не обходили стороной спичечные фабрики, а их в СССР было более 20 праздничные темы. В наборе, посвященном 8 марта, спичные коробки, рассказывающие о женских профессиях. Есть также спички, которые посвящены современному событию. Это современные российские спички, выпущенные по заказу, посвященные чемпионату по футболу FIFA 2018. Они разных цветов. В моей коллекции синий цвет. А вот это вовсе не шоколад, как можно было подумать. Это тоже спички. В общем, посмотреть, узнать историю России, достижения в разных отраслях и областях науки, техники, культуры, спорта, можно будет на филуминистической выставке, которая откроется в Краеведческом музее 18 августа. Доброе утро! И мы продолжаем. Мы сегодня поговорим о таких ребятах, которые, я хотела сказать, скрываются, которые прячутся, не прячутся. НКО. Это такие активные ребята, которые продвигают и здоровый образ жизни. И социальные проекты у них есть. Вот такие вот настоящие... В общем, продвигают всё, 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 что только можно. И поможет нам в этом Елена Михайловна Шпоркина, руководитель Центра развития НКО Ульяновской области. Елена Михайловна, доброе утро! Доброе утро! Ну, некогда ходить в отпуск, мы уже поняли, потому что очень много объединяйте активных таких ребят, двигателей, которым нужно много сделать хорошего. Но деньгами здесь им тоже нужно помогать. Как это вот происходит? Только деньгами, разными ресурсами, в том числе волонтёрской своей деятельностью, своим личным участием тоже можно им помогать. На самом деле некоммерческие организации, конечно, могут и зарабатывать сами, и быть, ну, как обычные юрлицы, да, там, и поставщиками услуг, и приносить при этом пользу людям. Ну, конечно, главный источник для них финансовых средств – это участие в конкурсах на предоставление грантов и субсидий. И только буквально вестой завершился первый региональный конкурс, сейчас у нас стартовал второй региональный конкурс, и он уже по новым правилам игры. Те правила, которые рекомендовал фонд президентский грантов, и будут приниматься заявки в электронном виде, через электронную платформу, не нужно будет ездить в Ульяновск, тратить на это время, ресурсы и так далее. Всё для того, чтобы организациям было легче. Ну, это, то есть, упрощает работу для организаций, которые находятся в муниципальных образованиях. Конечно, конечно, потому что приехать из Павловки, там, Николаевского района, для, ну, далеко для некоммерческих организаций, но вообще для любых людей, да, и, конечно. И накладно, потому что это транспорт, нужно успеть к определенному сроку всё это сделать, а вдруг какой-то документ не в порядке, да, то есть для них это, конечно, встаёт в проблему иногда. А сейчас всё будет через электронную платформу приниматься, все документы, устав там, свидетельство, всё нужно прикрепить просто, да, через личный кабинет, там же заполнить заявку, не нужно её где-то распечатывать, ставить печать, в нескольких цеплярах это делать. То есть всё просто, через электронную платформу. А защита всё равно в оффлайн-формате или тоже? Работать будут эксперты, они будут работать тоже удалённо, им будет предоставлен, соответственно, доступ к этим заявкам, и они будут там же на платформе оценивать. А там система, я не знаю, вопрос-ответ, ну, потому что... Вопрос-ответ, вот для участия в конкурсе, ну, не всегда это приветствуется. В этом году общественная палата решила, что вот кто победит, да, чьи проекты эксперты отберут, и тот будет иметь право презентовать свой проект уже на широкую публику и рассказывать о том, что они хотят сделать, какие результаты получить, приглашать туда участников, да. Вот, поэтому это вот в этом году всё поменяется. Можно сказать, что есть какой-то приоритет, например, у социально значимых НКО или у тех, кто продвигает здоровый образ жизни? Или вот все равны? И кто здоровый образ жизни? И кто занимается инвалидами? Кто занимается культурой, образованием, просвещением? Это все социально ориентированные НКО, они все к этому типу относятся. Приоритет, кому будет даваться? Ну, наверное, кто получит или планирует получить больше результат при минимуме ресурсов вложений. Вот это самое главное, найти самые эффективные подходы, технологии. Иногда у государства это не получается, а у НКО они привыкли экономить на всём, и они начинают понимать, а где ресурсы взять, а какие партнёры могут помочь, да, а добровольцы что могут сделать, да, и какие другие некоммерческие организации тоже могут какими-то ресурсами к ним подключиться. И это у них получается достаточно эффективно. Это вот, ага. Нет, я просто так много направлений назвали, но есть там, которые больше всего НКОшники любят, больше всего заявок там, например, по образованию проходят, или по реабилитации инвалидов. Ну, понятно, что с инвалидами сложнее работать, например, чем с детьми, школьниками, да, которые уже учатся на школах, можно прийти в школу, да, и вместе с ними что-то сделать полезное. Поэтому здесь вот невозможно так их на одну чашу весов ставить, поэтому и выделено в разные направления, чтобы организации соревновались друг с другом, да. То есть те, кто, например, здоровым образом жизни занимается, пропагандой физкультуры, они соревнуются между собой. Кто предоставляет социальные услуги, там, социальное услуги, они между собой соревнуются. Это правильно. Здорово, конкуренция такая подстегивает. Как на чашу весов поставить, да, ну вот как бы там здорово где-то к больным. Конечно, эксперты отдадут, понятно, да, в чью пользу эти средства. Поэтому и номинации для этого и придумали. А есть направления, которые провисают, но в котором, может быть, не так много активных НКО, может быть, где вообще никто еще ни разу не пытался работать? Ну, могу сказать. В основном это защита прав и свобод человека. Но правозащитные организации у нас их не так много. В основном они работают в сфере защиты прав потребителей, например, да, но это достаточно просто, закон позволяет им это сделать. Вот. А вот правозащитные в широком смысле, вот таких вот организаций у нас маловато. Но у нас есть уполномоченные по защите прав ребенка, человека, там, предпринимателей и так далее. Вполне возможно, что, ну, как бы государственные эти структуры, ну, решают достаточно качественно, да, и нет такой острой необходимости и ниши у некоммерческих организаций этим заниматься. В общем, справляются, значит, хорошо. Да. Ну, это мы говорим о новом конкурсе. А результаты можно подвести предыдущего конкурса? Что там вот, кто наиболее вам показался интересный? Какой проект может быть? Вот ребята какие? Там было разыграно в том конкурсе в прошлом 20 миллионов, 40 проектов были поддержаны. Интересные, ну, много интересных, да, 40 проектов, это все равно такое большое разнообразие. Мне очень нравится проект ТОС-движение в этом, в Инстинском районе, село Забалуйка. Они не просто там просят, как обычно ТОС это делает, построите нам площадку, да, там, спортивную, детскую и так далее, да. Они провели конкурс между улицами. На каждой улице вот есть такой свой маленький оргкомитет. Они разработали там уже план благоустройства своей улицы, что они там будут делать. Прошел конкурс между ними. Вот. И, конечно, вот победители конкурса уже получили как дополнительную форму там стимуляции, уже какие-то вот малые архитектурные формы. У них теперь инсталляция есть в селе, счастье есть, она горит вечером. И очень здорово, что на этой площадке происходит масса разных активностей. Соседи чуть ли не ежедневно. То у них спортивные соревнования, то у них какие-то посетилки чаепития, то какие-то творческие конкурсы. Я слежу за ними в соцсетях. И вот это буквально каждый день у них есть новостной какой-то материал. И очень интересно наблюдать, как разворачивается жизнь в этом маленьком селе. Они уже благоустроили озеро, сделали там заборы, загородили старые, обветшалые уже дома, которые заброшены хозяинами. То есть вот и этот проект, он именно стимулирует всех жителей, чтобы они общались, чтобы они встречались, чтобы у них была яркая, насыщенная жизнь. Мне очень понравилось. А бывали такие истории, когда НКО вот о себе так ярко заявляет, говорит, мы сделаем одно, получают деньги, и где-то провис пошел, провал. Вот как-то их можно вытянуть, как-то им помочь можно? Вот особенно в период пандемии, понятно, что проекты, которые подразумевали реабилитацию, это когда ребенок приходит куда-то в пространство, там есть тренажеры, там есть специалисты. И вдруг все это закрылось. Доступа не было. И поэтому у детей с инвалидностью был такой откат, скажем так, даже потери каких-то навыков. Опять же, потому что им нужно постоянно это делать, постоянно заниматься, да, постоянно. И проблемы были, потому что невозможно эту услугу перевести в онлайн, да? Да, здесь точно. То есть даже если подключатся к ним специалисты, покажут на картинке, как это делать, но это все равно без тренажера, без соответствующего оборудования невозможно сделать. Конечно, это были проблемы. И очень сложно было, но государство в этом случае идет навстречу, либо сдвигает сроки, либо где-то пытается, да, там, уменьшить показатели, там, еще что-то, да. Поэтому... Но все это индивидуально, строго, чтобы тоже не было таких ребятишек, которые, прикрываясь, могут просто не реализовать, или не оценили собственные амбиции, и потом, получив деньги, вот, не реализовали. То есть все это вот проходит свой мониторинг. И вдруг случается так, что организация... Ну, в прошлом году был такой момент, что организация планировала культурное такое публичное мероприятие, и, ну, из-за все время ограничений, да, сдвигали, 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 в итоге не выполнили, и субсизия в полном объеме вернулась в бюджет региона. Ну, потому что они понимали, что это обязательства, это деньги. И вот такая ситуация произошла, тоже такие случаи были. Ну, конечно, в Зуме не проведешь какой-нибудь уличный фестиваль, это вот форс-мажор такой. А вот вы сказали про Инзинский, да, вот этот ТОС. Вообще, насколько активно подключается сейчас муниципальное образование? То есть оттуда инициатива на конкурс идут? Ну, ведь и некоммерческие организации в основном прирастают за счет муниципалитетов, да. А муниципальные бюджеты очень скудные, ограниченные. И некоммерческие организации становятся тем инструментом привлечения, да, ресурсов на территорию и развития территории. Поэтому вот муниципалитеты создают ТОСы, создают автономные некоммерческие организации для того, чтобы поддержать, да, там, инфраструктуру свою и чтобы появились какие-то новые варианты, там, не знаю, да, и условия, да, для жителей, для их реализации, для культуры, досуга, спорта и так далее, чтобы у них это тоже все развивалось. То есть активно прирастаем районами? Конечно, да, и это, мне кажется, очень важно. Ну вот сейчас еще раз о конкурсе, который предстоит. До какого числа можно подать заявки? Куда можно подать заявки? До 20 августа фонд президентских грантов разработал сайт granty.rf, на котором как раз все региональные такие вкладки, то есть каждый регион там завел свой, ну, такой мини-подсайт, да, там раздел, и там как раз есть ульяновск.granty.rf, туда можно зайти, создать свой личный кабинет и дальше уже заполнять заявку, которая там в электронной форме, прямо на сайте. Можно заходить и заполнять заявки, до 20 августа эти заявки будут приниматься. И потом в течение какого времени принимается решение комиссии о победителях? 45 дней. Да, то есть будет техническая проверка, все ли документы, да, соответствует ли организация всем требованиям, которым должна соответствовать дальше эксперты. Будут работать в том числе и из других регионов, которые будут оценивать заявки. И, соответственно, собирается дальше экспертный совет и уже утверждает итоги конкурса, смотрит на рейтинг, да, баллы, которые набрала каждая организация и принимает решение о финансировании того или иного проекта. Ну, в октябре, значит, мы узнаем о самых интересных проектах, вернемся к ним. А сколько всего вот на второй конкурс денег заложено? Денег? У нас в государственной программе было заложено 35 миллионов. 20 разыграли, осталось 15. Но благодаря тому, что мы вот с фондом президентских грантов заключили соглашение, и они софинансируют региональный конкурс тоже в объеме 35 миллионов. 15 у нас осталось из регионального бюджета, и 35 пришло из федерального. Значит, общий грантовый пул будет 50 миллионов. Ну, хочется сказать, дерзайте, друзья, дерзайте все, кто находится в конкурсе. И чтобы много было интересных, качественных заявок. С удовольствием. Спасибо вам огромное. Я думаю, что правительство поддержит их. В октябре с удовольствием к этому вернемся, узнаем, кто же стал самым-самым. Самых-самых, я думаю, мы в гости пригласим обязательно, чтобы поговорить о конкурсе, о проектах, обо всем-всем-всем, что было сделано для Победы. Да, и что они планируют потом сделать для наших жителей региона. Ну что ж, напомним, этим утром у нас в гостях была Елена Михайловна Шпоркина, руководитель Центра развития НКО Ульяновской области. Ну, а мы двигаемся дальше. Чем лучше всего заканчивать утренний эфир? Ну, что за вопрос? Естественно, праздниками, Володя. А учитывая, что сегодня все-таки пятница, праздничным настроением лучше всего заряжаться с самого утра. Точно. Итак, 6 августа у нас сразу два международных праздника. Врачи мира за мир и Всемирный день борьбы за запрещенное ядерное оружие. В Аргентине день ребенка. В Боливии и на Ямайке день независимости. Объединенные Арабские Эмираты отмечают национальный праздник восшествия, то есть приход к власти правителя Эмирата Абудаби, шейха Зайда Аннахайяна, первого президента ОАЭ. Ну, а в нашей стране день железнодорожных войск. Студию Репортера 73 вне зависимости от дня, недели и праздников украшают композиции от партнера. Программа салона «Цветы и штучки». Программу нашего телеканала можно в любое время посмотреть на сайте www.reporter73.tv. А своими историями или предложениями можно поделиться по номеру телефона утренней редакции 305073. Ну что, на этом будем прощаться. Сегодня для вас работала Екатерина Тереченкова. И Владимир Гаврилов. Хороших вам выходных. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»